27 мая. Сдаться, чтобы победить. Когда я впервые попала в Наранон, я никак не могла понять или даже представить, что такое возможно – сдаться, чтобы победить. 28. Я верила, что сдаться означало бы, что я не справляюсь, так что я никогда ни перед кем и ни перед чем не сдавалась. Неважно, насколько измучена я была, но продолжала упорствовать. Жизнь с мужем-наркоманом научила меня тому, что если что-то надо привести в порядок или исправить, то это должна сделать я. 29. Однажды, придя домой после долгого рабочего дня, я обнаружила, что прорвалось ливную трубу и вода залила всю квартиру. Я немедленно принялась за работу. Спустя три часа труба была починена и комнаты вычищены. Грязная и измученная я вымылась. 30. После ужина включила посудомоечную машину, но она не работала. Я вытащила блок-схему и стала разбираться, как ее починить. Но каждый раз при выключении машины выбивала пробки. 31. После четвертой выбитой пробки я обрела ясность мышления и поняла – следует капитулировать, сдаться, дать событиям идти своим чередом и положиться на Бога. 31. С того дня в моем доме появился новый ритуал. Теперь я с нетерпением жду того момента, когда мы с сыном вместе моем посуду. 31. Сегодня я благодарна за сломанную посудомоечную машину и еще более благодарна за понимание, что капитуляция – это путь к душевному покою. 32. Размышления на сегодня. Я могу выбирать, как реагировать на происшествия в течение дня. 33. Я могу смотреть на них либо как на проблемы, либо как на новые возможности. 34. Подарок под названием «возможность» не всегда получаешь в красивой обертке. 35. Анонимный. 35. Анонимный. 35. Анонимный. 35. Анонимный.